Даже здесь, в Лондоне, Майя не чувствует себя в безопасности. Имя девушки – вымышленное. Да и встречаемся мы на нейтральной территории в одном из парков. Это вынужденная конспирация. Майя боится, что ее политическая деятельность может навредить родственникам на Филиппинах. Майя уже 12 лет в Лондоне, а до этого жила в Канаде. В оппозицию она попала еще до рождения. Ее отца арестовали в 70-х за отказ подчиниться приказу, арестовать людей, не согласны с действиями правительства. В итоге его самого бросили за решетку. Пытали, но не сломали. Впервые Майя увидела отца лишь в 6 лет. Выход на свободу означал для семьи добровольную ссылку. Они решили спрятаться от сторонников президента Фердинанда Маркоса. Однако через несколько лет и все-таки нашли. Отца Майи убили. После чего многие члены семьи сразу же покинули страну. маленьких звуков, даже немного огня от стопа. Нового президента Родриго Дутерте Майя считает опасным человеком. Ее соратница должна была прийти навстречу с нами. Но девушка передумала, испугалась. Уж больно грозно звучат заявления лидера Филиппин. В Лондоне проживает 140 тысяч выходцев из Филиппин. В протестном движении состоят, судя по всему, единицы. Или, по крайней мере, боятся принимать активное участие. Это кадры протеста у Филиппинского посольства в Лондоне. Одна из последних акций организованных движением молчаливое большинство. Оппозиция не согласна с решением правительства похоронить бывшего президента Маркоса на кладбище героев. Майя пригласила нас навстречу с еще одним лидером лондонской оппозиции. Политику в Лондоне обсуждают не на кухне, а в ресторане, тоже филиппинском. Здесь и родина кажется ближе. Вот она на картинах, идиллия, сказочная и тихая страна. Здравствуйте, Оливер. Приятно познакомиться. Оливер приехал в Лондон 15 лет назад. Он не политический диссидент. Покинул страну не из-за страха быть убитым, а в поисках лучшей жизни. Говорит, надоело коррупция и отсутствие перспектив экономического роста. О себе рассказывает тоже немного. Работает в сфере здравоохранения, политикой увлекается давно. Себя считает скорее правозащитником, представляющим интересы миллионов человек. Движение прежде всего осуждает методы борьбы президента с наркоторговцами. Расстрел на улице без суда и следствия, причем стреляют как полицейские, так и обычные граждане, называют самосудом. В расстрельный список якобы может попасть кто угодно, например, та же оппозиция. Оливер не понимает, почему президент так боится оппозиции. Например, недавно Дутерте заявил, что в стране готовится переворот. Оливер утверждает, что они точно не революционеры. Оливер и Майя поддерживают контакт с участниками движения в Европе, Америке и Филиппинах. Организация координирует действия по всему миру. Но на родину никто из оппозиционеров пока вернуться не может. Майя, Оливер и их соратники будут и дальше проводить акции протеста. У них уже есть планы и идеи. Однако, как принято в тайных обществах, делиться ими они не собираются. Анна Жихрева специально для Международного обозрения. Лондон, Великобритания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова